Утро началось для Игната Тимофеевича необычно, со стука в дверь. «Ну кто там ещё? Неужели волки опять кого-то задрали?» — мелькнула мысль в его голове. «Иду», — ворчливо сказал егерь. На крыльце он увидел Сашку, мальчишку лет восьми. Он смотрел на старика глазами, в которых застыли ужас и растерянность. «Там… Там такое, дед Игнат, волки всё стадо порезали. Председатель мужиков собирает, готовится к большой охоте. Запинаясь на каждом слове, выкрикнул мальчишка. Я ему устрою большую охоту. Волки неспроста ведь так близко к деревне подошли. Видимо, с едой у зверей совсем туго стало, вот и жмутся к человеку. Рассудительно сказал егерь. Да я ему тоже так и говорил, а он наказал мне вас отыскать. «Говорят, вы лучше всех волков и их повадки знаете. Ладно, сейчас оденусь и разберёмся, что к чему», — произнёс Тимофеич. Сашку он опекал уже давно, родители его были непутёвыми, папка замёрз в лютую пургу, напившись спирта. Мать Аксинья горевала недолго, да пошла в разгулы. За мальчиком присматривать ей стало некогда, и обитал он в основном у Игоря. Старик был одинок. Жена умерла лет двадцать назад. Своих детишек Бог не дал, а потому нравилось Тимофеичу с мальчиком общаться. Старик оделся и отправился вслед за Сашкой. Наконец, они подошли к загону, в котором содержалась атара местного фермера. Огромный мужик с бородой тряс кулаками и грозился. «За свою атару я этих волков лично перережу, шкурами их дорогу выстелю». А вот и господин егерь со свитой пожаловали, ёрнически заметил председатель Егор Ильич. «Чего кричишь, Виктор? Тебе ли не знать, что волки оголодали? Весна на дворе, а им волчат кормить надо. Закон жизни знаешь ли? Деньги деньгами, а кушать хочется всегда. И ты же сам минувший осенью специально лес выжиг, чтобы участок пожирнее оттяпать. А лес за бесценок продал. Скажешь, не было такого. По глазам вижу, что было». Суровым голосом сказал Тимофеич. «Ты в мои дела не лезь, старик. Доживай свой век и несуй свой нос не в свое дело. Волков я изведу, не сомневайся. Или постреляю, или отравой накормлю. А тебя, если будешь упрямиться, быстро заменим». Злобно огрызнулся фермер. Был он мужичок мутный, поговаривали, что держал он бригаду черных золотоискателей. Конечно, старику было жалко барашков, но он знал, что Виктор истинные потери утаил, чтобы требовать у председателя компенсацию. Жадный он был и, скорее всего, сам забил часть отары, чтобы приписать это потом волкам. А еще старик оказался прав. Волкам не хватало пищи. Олени в этих местах не видели с прошлого лета. Лес жгут и рубят. Вот и приходится животным срываться с насиженных мест и кочевать в поисках лучшего места. В общем, начистив ружья, подогретые речью Виктора и алкоголем, отряд охотников двинулся в лес. Впереди бежала свора борзых собак, лайм поднимая весь лесной мир. Охотники, попутно хвалясь своей меткостью, сбили десяток белок и куниц. Волк-вожак настороженно поднял уши и услышал лай своих дальних собратьев. В его стае было десять молодых волков и шесть волчиц с малышами. У них недавно открылись глаза, и они были еще слабы. Так что выдержать бешеный темп побега от охотников они просто бы не смогли. В мире зверей всегда царит закон. Во что бы то ни стало, любой ценой сохранить потомство. Волчат решено было оставить с самой матерой и опытной волчицей. Матери волчицы попрощались с детенышами и побежали вместе с остальными волками в противоположную сторону, уводя погоню подальше от потомства. А старая волчица, петляя и путая следы, повела волчат за собой. Тем временем охотники под предводительством Виктора действовали весьма грамотно. Взяв стаю в кольцо, они оттесняли ее к неприступной горе. Там волки окажутся в ловушке, и их можно будет перещелкать, как в тире. Вожак первым понял, что им грозит. Развернувшись, он оскалил пасть, и шерсть на его загривке мгновенно стала дыбом. Стая последовала его примеру и решила принять бой. Молодые волки испугались охотничьих псов, но за счет инстинкта твердо стояли на лапах. Охотники, вскинув ружья, открыли беспорядочный огонь, пытаясь стереть с лица земли волчью стаю. Не прошло и пяти минут, как все было кончено. Волчья стая прекратила свое существование. Удача оказалась на стороне охотников, и они радостно праздновали победу. Тимофеич с Сашкой слышали это, но ничего поделать не могли. А старая волчица с волчатами забились поглубже в лесную чащу, где они, поджав ушки, слышали рычание и звуки выстрелов. С убитых волков сняли шкуры, оставив непогребенными. Старый егерь, придя на место побоища, не смог сдержать слез. Упав на колени, он тихо, беззвучно заплакал. Сашка, обняв деда, стоял рядом и шмыгал носом. Наконец, он смог взять себя в руки. Волков он решил похоронить, обратив внимание, что в стае было много молодых волчиц, которые недавно привели потомство. «Так где же малыши ваши?» задумчиво произнес егерь. «Деда, а что же волчата кушать будут?» Встревоженно спросил Сашка. «Так вот, я о том же мыслю, внучок. Нужно торопиться, пока они совсем не отощали». Сказал егерь и принялся исследовать следы. Хоть и хитро была волчица, а наметанный стариковский глаз обмануть не смогла. Если бы старик знал, что не он один ищет волчицу, он бы шел быстрее. От своры охотничьих псов Виктора еще в начале охоты отделился матерый волкодав и шел по следу волчьего потомства. К логову он пришел первым и оскалил клыки, увидев старую хищницу. Она знала, что предстоит драться не на жизнь, а на смерть. Рыкнув на малышей, чтобы они спрятались поглубже, волчица покинула свое убежище. Громадный пес накинулся на нее сразу же, без объявления войны и условий схватки. Победитель получал все и в первую очередь жизнь. Пес был силен и молод, а волчица опытна и осторожна. Громадный волкодав подмял ее под себя, но ей удалось вывернуться и полоснуть обидчика по артерии. Теряя силы, пес сомкнул могучие челюсти на шее волчицы и затих. Тимофеич подоспел к окончанию схватки, когда уже ничего сделать было нельзя. Тела соперников уже окоченели, и они замерзли, олицетворяя извечную борьбу собаки и волка. Деда, вот они, волчата, здесь в кустах. Прошептал Сашка, указывая пальцем в заросли кустарника. Ух ты, сколько же вас! Чем же мы вас кормить-то будем? Погибните ведь в лесу! С тревогой в голосе проговорил егерь. Недолго думая, он решил оборудовать для волчат здесь нечто вроде логова. Немного вырубив кустарник, он оградил колючими ветвями круглую полянку. Волчата, словно чувствуя человеческую заботу и участие, лизали мальчику и игрю руки, игриво кусая за пальцы. Теперь для Игната Тимофеевича и Сашки наступили хлопотные времена. Приходилось ежедневно отправляться в лес с нагруженными баками молоком и кашей. При виде Игоря и мальчика волчата бросались к ним, радостно повизгивая и тявкая. Волчат было два десятка. Двенадцать мальчиков и восемь девочек. На каше и козьем молоке хищники росли, как на дрожжах. В начале они превратились в подростков, а уж чуть позже доросли до волков покрепче. Мышцы их налились силой, а челюсти укрепились. Им уже требовалось мясо. Поэтому егерь и Сашка покупали на рынке обрезки мяса и кости. Тут их и заприметил фермер Виктор. «А что это ты, Игнат Тимофеевич, уж какой день кости скупаешь?» — рассмеялся мужчина. Егерь решил не отвечать мерзавцу и смолчал. «Знаю я, кого ты кормишь. Видел следы звериные, и вой каждую ночь слышен. Волков привел в наши края. Запомни, всех истреблю!» — добавил Виктор. Старик откашлялся и сказал. «Ты, Виктор, не хорохолься. Я ведь знаю, как ты по ночам в затары овец таскаешь, а потом на рынок в соседнюю деревню возишь. Что скажешь, не было такого. А участковый, Борька Синицын, уж с ног сбился, злодеев ищет. А ему-то намекнуть всего-то надо. И пойдешь лес валить. Так что волков не тронь. Волки — они исконные обитатели этих лесов. Теперь пришла уже очередь Виктора прикусить язык. Решил он от старика и мальчика по-тихому избавиться, а избушку сжечь. Мало ли, уснул старик, да печь проглядел. Темной ночью он, взяв с собой проверенных подручных, отправился к домику Игоря. Войдя в избу, принялись избивать старика. Сашка в эту ночь ночевал у матери, но изба его была недалеко. Видел мальчик, как мимо прошли вооруженные люди. Кинулся он тогда в лес. Волки родненькие, помогите, деда убивают. Сквозь слезы сказал Саша. Серые хищники все поняли и кинулись вперед. Бандитам досталось изрядно. Взбешенные звери намеревались разорвать их в клочья, только и летели во все стороны куски одежды. Испуганно запрыгнув на крышу избушки, Виктор с дружками дрожал от страха. Сашка сбегал за участковым, и он теперь, составляя протокол, попутно принял чистосердечное признание в похищении скота. Видимо, волчьей правосудии оказалось действеннее человеческого. В общем, спустя месяц получил Виктор и его подельники по пять лет колонии. Волки вернулись на родные места, а вскоре в лесу опять появились лоси, олени и косули. Являясь частью одной экосистемы, они не могли существовать друг без друга. Волки до сих пор помнят Сашку и Тимофеича, позволяя им играть со своими малышами. Знают они и верят, что не все люди злые. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.